Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Я приобрел семена тысячелистника. Тысячелистник махровой капля росы. Яркое роскошное цветение, посеяв семян на росаду в марте-начале апреля. И вот тысячелистник был посеян 24 марта. И тысячелистник взошел через 4 дня. То есть вот 24 марта был посев. Ну а посев делал простейшим способом. Очень загущенный, очень упрощенный. Выращивать буду без пикировки. Стаканчик пол-литра. Грунт обычный, универсальный, рассадный. И вот по поверхности просто равномерно рассыпал семена тысячелистника. Безо всяких изысков. Смочил из мини-лейки. И ежедневно делал то же самое. Ничем сверху не прикрывал. И конечно никакой предварительной обработки семенам не делал. Посев чрезвычайно упрощенный. Надеюсь большое количество семян исправит все эти недочеты. И вот тысячелистник не подвел. И через 4 дня вот такие очень хорошие я считаю всходы. Сразу поставил тысячелистник поближе к свету. Вот даже на лоджию выношу. И надеюсь он будет расти нормально. Конечно сразу перестал поливать росточки под корень. Как всегда это делаю. На всякий случай поливаю только по краям стаканчика из мини-лейки. Чтобы поддерживать влажность грунта в нормальном состоянии. Но чтобы не было каких-то грибковых заболеваний. Потому что в грунт магазин у меня уже были случаи выпадения некоторых растений. И вот таким образом тысячелистник пошел в рост. Пока росата тысячелистника капля росы подрастала. Однажды зашел в семенной магазин. И мне попался на глаза другой тысячелистник. Летняя сказка. Смесь сортов. Я соблазнился и купил и эти семена. Они были посеяны в начале апреля. Тысячелистник был посеян точно так же. Просто по поверхности семена рассыпал и полил. И этот тысячелистник тоже взошел очень хорошо. Довольно густо. И очень быстро начал догонять своего товарища. Для второго сорта тысячелистника отвел тоже один стаканчик. И вот в начале мая. Рассада тысячелистника была уже перевезена на дачу. И видно, что по сути они не особо-то и отличаются друг от друга. Несмотря на то, что один тысячелистник был посеян пораньше, другой попозже. В целом и тот, и другой тысячелистник выглядят очень хорошо. Из ухода только поливы. И собственно и все. Тысячелистник оказался очень неприхотливым. И выращивать его рассаду никаких проблем не составило. Прореживать тысячелистник не стал. Решил, что в грунте. Дам ему адаптироваться. Ну а потом при необходимости. И можно будет его и рассадить. Ну а высаживал тысячелистник на постоянное место уже в конце мая. К этому времени тысячелистнику уже немного стало тесновато в стаканчиках. Но я думаю, в открытом грунте он придет в себя и начнет расти дальше очень активно. Никаких болезней, никаких выпадений растений у тысячелистника замечено не было. Если что-то и было, то крайне незначительно. Перед высадкой грунт в стаканчиках пролил, чтобы его было легко извлекать из стаканчиков. Затем выкопал ямки. Грунт никак специально не готовил. Никаких удобрений предварительно тоже не уносил. Я думаю, без этого тысячелистник будет расти хорошо. Затем рассаду тысячелистника вместе с комочком грунта извлек из стаканчиков. И аккуратно опустил в ямку. Все корешки целенькие. Надеюсь, это позволит тысячелистнику хорошо адаптироваться на новом месте. Вся высадка заняла считанные минуты. И вот тысячелистник принялся очень хорошо. Практически не болел и активно пошел в рост. И уже в конце июля тысячелистник порадовал первыми цветками. Вот такие симпатичные цветочки появились. Уход летом за тысячелистником заключался только в регулярных поливах примерно раз в неделю. Рыхление и прополки. Никаких подкормок для него не делал. И тысячелистник рос хорошо. И цветение его продолжалось до самой поздней осени. Эти два кустика пока никак рассаживать не стал. На следующий год, возможно, их разделю и рассажу в другие места. И что интересно, здесь два сорта тысячелистника. Один капля росы. Ну, на картинке он должен быть белым. А второй смесь сортов. Вот смесь сортов вопросов не вызывает. Действительно, здесь совершенно разные тысячелистники выросли. Очень красивые все, конечно, ничего не скажу. И красные, и розовые, и смешанных оттенков цветов. Ну, очень красиво смотрится. Я и не предполагал, что всем известный тысячелистник может выглядеть так красиво. Ну, вот другой сорт, который капля росы, он должен быть белым. И там выросло тоже несколько разных цветов. То есть, не совсем, видимо, качественные семена. Там тоже какая-то, судя по всему, была смесь. Это меня ничуть не расстроило. И тот, и другой тысячелистник выглядят очень декоративно. Смотрятся очень впечатляюще. Так что это меня ничуть не смущает. Поэтому посоветую садоводам тоже не забывать про это замечательное растение, тысячелистник. Выращивать его чрезвычайно просто. Можно даже в грунт посеять. И вот такие сейчас есть сорта, которые непременно вас порадуют. Действительно, смотрится тысячелистник очень красиво. Прохожу мимо и любуюсь. В конце пожелаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.